приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание четверговой соли соли который нам нужно с вами сделать именно в ночь со среды или в четверг но до захода солнца как это правильно сделать для чего использовать все далее друзья более подробно в этом видео знаете четверговая соль это особый продукт который используется в нашей православной культуре и к сожалению готовят ее всего лишь раз в году в ночь со среды на четверг или в чистый сам четверг но только до захода солнца помните об этом и не всем наверное известно что именно четверговая соль обладает достаточно сильной энергетикой и наши предки применяли ее в самых разнообразных целях умывали ею больных людей давали животным при болезням добавляли в почву для богатого урожая рассыпали по углам жилище чтобы защититься от порчи и сглаза также такую соль носили собой в маленьком мешочке в качестве защитного средства сглаза от порчи ей же и посыпали порог дома веря в то что она создает невидимую преграду для проникновения внутрь внутрь жилища всего плохого и обращаем ваше внимание что в 2022 году чистый четверг у нас выпадает на 21 апреля и в этот светлый день женщины на вот порядок в своих домах готовятся к большому празднику и конечно же совершают традиционные обряды и по православной традиции только один раз в году в среду в ночь на четверг и в чистый четверг перед паской принято готовить четверговую соль и именно по христианскому поверью такая соль обладает целебными свойствами помогает привлечь дом удачу и достаток почему готовят четверговую соль или по-другому еще называют ее черная соль дело в том что такая соль она обладает очищающим оздоровляющим и защитным действием и издавна знахари лечили с помощью нее кожные заболевания использовали для приворотов и для защиты от любой негативной энергии и и свойства сравнивают с лечебными свойствами даже святой воды но во время приготовления четверговой соли нужно соблюдать особые правила хранить в душе веру в сердце любовь а в разуме здравый смысл и тогда светлые силы обязательно будут на вашей стороне четверговая соль или черная соль готовится в домашних условиях из самых простых и доступных ингредиентов после приготовления воскресенье на пасху соль несут церковь и освещают вместе с другими продуктами после хранят и используют по мере необходимости до следующего чистого четверга и вы знаете в народной магии четверговую соль используют в хозяйстве в следующих целях во первых щепоточку такой соли вы например можете добавить в ванночку к младенцу чтобы он был здоров и к нему не цеплялись никакие болячки сглазы и любой негатив также такую соль солонки держат на столе чтобы в доме всегда был достаток и благополучие если вы собираетесь в какую-то поездку то вы можете насыпать четверговой соли в маленький мешочек и приколоть к одежде и тогда все пройдет успешно и без каких-либо проблем также четверговая соль помогает от ссор в семье и в в этом случае от 40 кладут мешочек такой вот соли именно в постель и конечно же такую соль добавляет воду для умывания чтобы надолго сохранять красоту вы ее можете оставить вот такую салон очку с четверговой солью и на обеденном своем столе и и добавка готовым блюдом придаст вам неповторимый аромат применяет такую черную соль по чуть-чуть повторимся вы можете добавлять ее воду для купания носить небольшое количество с собой как оберег от сглаза также вы крупиночку соли можете положить в кроватку и к ребенку если он например беспокоен либо в кровать мужа и жены если они например часто ругаются вы должны понимать что такая соль и вообще любая соль она собирает на себя весь негатив и обращаем внимание что если к следующему чистому четвергу вас соль остается ее нужно добавить воду которая применима для уборки дома также вы можете использовать такую соль когда вам не здоровится в таком случае возьмите стакан воды добавьте маленькую щепоточку соли после этого медленно размешайте и когда вы будете помешивать обязательно скажите следующие слова как соль огнем к лилась так так чтобы тело называете имя человека здоровьем налилась затем эту воду нужно дать выпить больному человеку ну а если у вас началась черная полоса в жизни обойдите и посыпьте четверговой солью все углы в своем доме приговаривая следующие слова уходи беда знаете правильно хранить четверговую соль нужно за иконами в укромном месте именно этой солью наши предки солили блюда пасхального стола а после убирали на хранение лучше всего хранить ее в полотняном мешочке в укромном месте доставая по мере необходимости конечно многие спросят а почему именно соль чернеет мы должны понимать что поваренная соль помимо помимо хлорида натрия содержит такие в себе примеси как йод кальций магний фосфор хром немножко химии вспомним и некоторые другие минеральные вещества и при прокаливании соли происходит определенная цепочка химических реакций и внешне проявляющихся именно в подчернение продукта давайте теперь поговорим о том а как же правильно сделать четверговую соль во-первых для начала вам нужно убраться в доме и помыть все в доме и самим помыться соль вы можете готовить в ночь со среды на четверг и в сам четверг главное успеть сделать ее в чистый четверг до захода солнца помните об этом возьмите соль но берите побольше чтобы вам хватило на весь год и для того чтобы наша соль с вами получилась вкусная и не пригорела при приготовлении используйте лучше всего чугунную сковородку если у вас отсутствует такая посуда вы можете прокалывать в соль в любой другой толстостенной посуде но по возможности пожалуйста не используйте алюминиевую но чтобы столь при долгом приготовлении при высокой температуре также не впитывала в себя вредные тяжелые металлы пока я же спросите а почему мы говорим о чугунной сковороде дело в том что через чугун энергия не утекает у нее свойство такое так что если у вас дома нет чугунной сковороды тогда берите из любого металла но пожалуйста еще раз еще раз повторимся с дном толстым и стенками высокими только пожалуйста ни в коем случае не берите именно алюминиевую посуду потому что алюминий все таки проводник хороший и значит через него все легко и быстро утекает а и сила именно этой соли в такой посуде не задержится к сожалению утечет и так вам по для проведения для изготовления такой соли нужно обязательно купить соль крупного помола без каких-либо добавок в том числе и йодированную соль нельзя использовать и так в чистую сухую сковороду мы с вами насыпаем соль и 12 столовых ложек ржаной муки после этого скажите три раза следующие слова чистый четверг от червей и всякого агада сохрани помилуй на долгое время прокалывайте соль вместе с мукой пока смесь полностью не почернеет при этом мешайте соль пожалуйста вот именно здесь важно деревянной ложечкой или лопаткой но по часовой стрелке готовую соль оставьте на плите и когда она остынет пересыпьте в новый полотняный мешочек и крепко накрепко завяжите по завершении приготовления зажгите восковую свечу и прочитайте над готовой солью следующую молитву боже спаситель наш явившийся через пророка елисея в ерихоне и так посредством соли сделавший здоровую вредную воду ты сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости ибо ты бог наш и тебя мы воссылаем слава отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь после этого нужно спрятать мешочек с нашей солью в надежное место и использовать соль до следующего чистого четверга вот теперь друзья вы знаете как правильно приготовить четверговую соль как правильно ее использовать и мы надеемся что эта информация вам была полезна и важно друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармония прямо сейчас на экране видите два прямоугольника друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте то видео которое вам интуитивно интересно смотрите там очень много полезной важной нужной и интересной информации всех вам благ услышимся уже в следующем видео